Жители микрорайона Гирим-2 не могли нарадоваться, когда в прошлом году узнали, что их дома подключат к центральной канализации и городскому водоснабжению. В конце ноября здесь начали работать люди из Комстроимонтаж. Они сказали, что здесь будет проходить центральная канализация и вода. Они проработали три дня, вырыли яму, установили колодец и ушли. Мы просили закрыть траншею, но они не доделали и оставили всё как есть. Сегодня вместо строителей на улице Байтирек в микрорайоне Гирим-2 целый день работала аварийная бригада Алматы-СУ. Специалисты откачивали воду, которая с места прорыва разливается на проезжую часть. Её водопровод проходит же отсюда же. Вот строители, видите, выкопали же. Они до конца работы не доделали. Её труба замёрзла. И вот она и сломалась, облопнула. Эта труба отморозилась. И вот вся её вода уходит наружу. Понимаете? Даже мы её только просто заглушим, всё, больше ничего мы не можем делать. Как выяснилось, строители оставили оголённую трубу, по которой вода поступает в дом Карибековых. Поэтому она замёрзла и треснула. О проблеме жителей с улицы Байтирек в местном Акимате уже знают. Чиновники пообещали привлечь к административной ответственности недобросовестного подрядчика. А самое главное – проследить, чтобы неполадка была устранена. На данный момент сейчас Комстроимонтаж их пригласили. Сейчас полностью свои все эти траншеи устранят. И полностью оштрафуем их по 505-й статье. И письмо напишем Управлению энергетики, чтобы как недобросовестной компании, чтобы меры тоже принимали в дальнейшей их работе. В прошлом году ТО Костроймонтаж обязалась проложить в Волотаусском районе более 20 километров водопроводных и около 15 километров канализационных сетей. По заказу Управления энергетики и коммунального хозяйства. Окончание строительно-монтажных работ запланировано к концу июня.